Друзья мои, друзья мои, никогда не думал, что буду так радоваться, что буду сидеть в Хэнда Крета. Смотрите, она новенькая, она с наклеечками, в бардачке лежит зарядка для элитарного 11-го айфона. Вот синенькая и на литье. Так, что происходит? А происходит то, что мы с семьей едем в Горный Алтай. И я нахожусь в Новосибирске, а прилетел в Барнаул. Как вообще все это произошло? Я думал ехать на Алтай на машине. Примерно туда-сюда 8 тысяч километров. Ну, в смысле, так-то поменьше, но еще там надо помотаться. Вбил в калькулятор, сколько будет стоить бензин, оказалось 60 тысяч рублей. Ну, жрет машинка, да. Появился рейс, прямой рейс, стоит 60 тысяч рублей. Я подумал, ну и вон нафиг. Во-первых, 4 дня в пути ты будешь ехать, куда-то ходить, есть, где-то спать. Прикинул, ну, в общем, дорога выйдет в 100 тысяч. Нет, это минимум. Там еда, ночлег, еще вот в лобовуху могут камни прилететь. Поэтому я думаю, да прилечу в Барнаул. Барнаул! 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 И возьму машину в аренду. О! О! Пока я записывал это вступление, мне уже два раза из Hyundai позвонили. Ну, так вот, Барнаул, Барнаул. Мне сказали, нет в Барнауле машин, но можем предложить тебе датсун. Ондо! На механике. 1,5. Ласточка! Я говорю, давайте все-таки это, попробуем. Одному, второму, через знакомых искали. Нету. Барнаулем нету машины. Я, короче, вспоминаю, что Динар мне рассказывал, что у Hyundai появился каршеринг. Захожу на сайт mobility.hande.ru И действительно есть. Машину можно взять на год, на месяц и на час. Вот. Буквально каких-то 20-30 звонков. А такая милая техподдержка Hyundai. Она такая домашняя, прикольная. Ни хера не... Ну, в смысле, в итоге-то помогают. Но, например, ну, я привык к Яндекс.Драйву, да? Берешь кнопку, взять в аренду, поехать, отдать в аренду. Ну, все просто. Вот. Если бы я был Яндексом не избалован, я бы в шоке был от сервиса. Очень крутой сервис. Можно позвонить и решить вопросы. Но, в итоге, вместо того, чтобы забронировать автомобиль на 8 утра по Барнаульскому, мне в приложении выставили 12 по Московскому. Соответственно, по Барнаульскому 16. И там все время, короче, какая-то путаница. Сейчас я пока говорю. Мне еще 5 раз позвонят из техподдержки. Попросят принять автомобиль. Я вот в нем сижу около автозалона. Вот там вот автозалон. И, короче, пока ехать никуда не могу. А, еще у меня был вариант. Предложили мне таксистом поработать. А ты, говорит, у тебя будет автомобиль, ты таксистом поработай. На месяц, как бы, оформить, работать таксистом. И у тебя будет Volkswagen Polo за 1800 рублей в день. Я говорю, ну, как бы, давайте какие-нибудь другие варианты. И вот мне Господь, значит, ну, Бог, там, Вселенная, говорит, вот есть Hyundai за 3100 рублей. Все, ехаем, ехаем на го... А, так вот, я что говорю-то? Ну, я дофига что говорю. Я говорю, что я хотел время сэкономить. Я думал, мы прилетим на самолете и сразу рванем на Горный Алтай. А вместо этого я заехал куча чуваков, ну, в Новосибирске, в Барн-Ауле. Ну, тут я же, значит, у меня тур, а у Аллы Борисовны это чё с такой гастроли по Сибири. И, в общем, в этой серии вы увидите... Ну, вот, четвертый или пятый раз меня уже прервали из Hyundai Mobility. Такие милые они всё-таки. В общем, фанатики. Фанатики своего дела, вы их увидите в серии. Одни, значит, из металла шлёпают, другие из фанеры. Вот, и все сходятся на одной мысли, что впереди какие-то грандиозные просто этот рынок. Ну, этот рынок молотажен настроение. Ждут большие, короче, интересные времена. Вот. Ну, как обычно, после фанатиков приходят дяди. Такие солидные в костюмчиках, в пиджачках. Они начинают бизнес делать. А пока вот такой вот дурдом у нас. Ну, чё, пора, Никитос, начинать серию. Ну, чё, пора, Никитос, начинать серию. Друзья мои, мы с вами на производстве АВИСТА МОДУЛЬ, Новосибирск. Это очень большое производство модульных домов. Они очень сильно отличаются от наших. Сейчас сами всё увидите. Вот такой вот у них огромный производственный цех. Вот там, видите, масс затерялся. Ну, условно, начало здесь. Значит, первое отличие. Они используют доску некамерной сушки, нестроганную. Но, в общем-то, для их задач это и не нужно. Сейчас поймёте, почему. Ну, она, то есть, хорошая доска, но просто не сухая, не строганная. Она антисептируется. Контрбрус? Или чё? Для чего это? Не знает. Не знает. А там сами уже модули стоят. А почему им не нужна сухая строганная доска? Потому что весь каркас, вся рама – это металл. И всё производство металлическое. Значит, как делается этот модуль? Я правильно понимаю, что сначала делается платформа пола, потом стойки, крыша и всё остальное. Это уже не несущее, это просто заполнение. Но дерево мы используем только для того, чтобы мосты холода разорвать. И всё, больше не для чего. Так, это, ты говоришь, какой-то недорогой модуль, потому что у него утепление здесь, ну, 90, сколько? Тут не только, тут 100 утеплений. Это CityBox, наша, так сказать, экономичная модель для горы, для дач. И здесь, там, чуть тоньше металл, меньше утеплителя, 100 потолок, 100 стены, 100 пол, вот. Их можно ставить в два этажа, но мы их не используем для того, чтобы делать большие модульные здания. Так, короче, пластиковые окна. Это готовая панель, в которую уже вставили окно. Да, всё верно. Значит, между ними нет никакой проклейки, там, швов, стыков, потому что минвата здесь, здесь дерево, это линолеум. Внутри ОСБ. ОСБ чем-то будет обшиваться? Нет, он так останется только ОСБ. ОСБ. Вот, сейчас ставят панель, кстати, видно. Что-то там напильником подрабатывают. Уголочек. Опа. Всё, стоит, готово. А как закрепят потом это дело? Через что? Сейчас поставят клинышки, а потом прокинят и уже непосредственно накрутят уголочек. А, он и будет держать? Да, уголочек из миллиметровой ставится. Мы сейчас его увидим. Ну, когда мы прогуляемся, вернемся сюда, я думаю, что модуль они уже доделаны. Значит, соединяются между собой модули, ну, как обычно. Ладно, пойдем внутрь, зайдем какой-нибудь. Дверь, естественно, железная. Короче, ставятся панели, пенятся и потом нащельники будут. Вот такой нащельник сразу, Молик. Только до ОСБ, в цвет, и он на броника смотрится. А вот как раз металлический уголок, который... Сэндвич держит. Да. Ну, то есть можно с внешней стороны прям взять и сильно ударить, там, я не знаю, прям разбежаться, ударить. Никогда не выпадет. Так. В тракторах езжали. А вы будете говорить, а что ты нам показываешь? Обычное производство бытовок. Ну, во-первых, это производство, миллиардный бизнес. Ну, да. Во-вторых, оно интересно тем, что в месяц здесь ребята делают 300-400 модулей. Мы делаем 30-40. И поэтому я сюда приехал в том числе для того, чтобы научиться... Ну, как это делать? Маскопировать. Вы 13 лет этим занимаетесь. Ну, вот, 13 лет. Короче, смотрите, это... АВИСТА специализируется. Вот она. Сделана в Сибири, вот реклама. Если вам нужен вахтовый поселок, вы можете позвонить по бесплатному номеру, заказать, и он приедет к вам через сколько? Смотря какой поселок. Ну, я думаю, что за два месяца мы практически любой поселок сделаем. Именно изготовим. Так, и вот мы с вами... А, вот, кстати, модуль уже доделанный, готовый. Вот, плинтусов нет, везде уголки. Это именно потому что сантехнический модуль. Если плинтусовой, то мы бы поставили плинтуса. Так будет легче. В общем, металл, сэндвич. И вот, кстати, ты, Женя, рассказывал, да, что вы, когда делаете, ну, для простоты у вас все в потолке. Легко включается, выключается. Вот, говорит двухметровый человек. Легко включается, легко выключается. Очень легко достать любому. Просто не все сибиряки, понимаешь? Но, когда делаются вахтовые поселки, жилые помещения, там делается все по нормам и с ним. Ну, либо ставят стульчик. Нет, там тогда просто ящик приносят вот на стену, идет в кабель-каналах и так далее, чтобы не крутить этот насос. Так, где мы? Это повысительный насос. Это емкость для хранения воды. Вот, с давлением. Аж две штуки. Ну, это понятно, руки мыть. Туда мы попасть не можем. Вот так проходочка для Никитоса, красивая. Никитос, музыку какую-нибудь наложи, как вот мы вот так идем. Так. Это окошко. Все, как вы любите. Проходочки. И вентиляция. Вентиляция, естественно, венц. Шумная. Конвекторы. Лариот. А в Мэриот, кстати, их начали ставить. Лариот. А чем хороши двери? Тем, что их можно сплавлять по олене, по обе. И они, типа, не вспухают. Абсолютно. Абсолютно не вспухают. Так, здесь у нас все. Пошли дальше. Это участок, куда приходят полностью готовые заготовки металла. Нарезанные. Нарезанные. В размер. Кстати, я думаю о вас. И чтобы борода не чесала микрофон, я его вот так подвязал. Короче, приезжает металл в размер. Да. В размер. Дальше мы его гнем на листогибе. Делаем ту... Как выглядит тот профиль, который... Листогиб. Вот. Турецкая дурма. Да. Шестиметровая. Тандемная. Вот. Могут работать по отдельности и вместе. И что в итоге получается? Мы закидываем листовой материал. Получаем профиль. Короче говоря, вот там сделали профили. Дальше в этом месте делают кубики. Вот они, эти угловые элементы. Дальше. Вот здесь интересный шкаф. Вот это вся номенклатура, которую режут на лазерной резке. И если она заканчивается, они берут... Вот видно, что для какого модуля это все. И ее просто заказывают. Дальше столы, где происходит сборка. Вот это основной платформы. Вот. Куча сварщиков. Я спрашиваю, я говорю, а если сварщик накосячил, что с ним будут делать? Он говорит, или чего? Либо мы меняем человека, либо мы его меняем. Вот. Если человек не хочет меняться, его поменяют. О, красиво вот так вот. Сварка. Хорошо. В общем, панели собрали. Дальше идет покраска, да? Да. В день мы варим, в ночь мы красим. Завод не останавливается ни днем, ни ночью. Там, 7 дней в неделю. Возможно, не слышно. Я повторю. Круглосуточное производство. То есть, днем идет сварка, ночью идет покраска. Ночью какие процессы идут? Никаких. Кроме покраски? Кроме покраски. Потому что люди будут косячить, да? Мы пытались. Просто вот, ну, это нет в этом эффективности. Мы, на самом деле, пытались работать ночью, но очень сильно брак возрастает ночью. То есть, ночью можно реально красить, заготавливать, но лучше не собирать. Так, вот они платформы. Вот так вот для Никитоса. Красивенько вот так мы снили. Он смонсирует нам. Это у нас стойки. А почему другого цвета? Потому что это на другой заказ. То есть, каждый модуль имеет номер 1, 44, там, 8. Это вот куда? Каждый элемент пронумерован. То есть, каждый модуль пронумерован. Мы можем всегда понять, кто, когда. То есть, известно, какие люди, какие персонажи делали этот номер. Ой, модуль. Кто варил, кто красил, все они у нас здесь. Так, вот это точно панель кровли, это я понял. Она плоская. Здесь она собрана фальцевой кровлей и загибается сюда. То есть, вода просто стекает и по стенам, да, течет? Есть два варианта. Если это отдельно стоящий мутер, то да. Если это в здании, то чаще всего мы используем терму устанавливаемый. Мы делаем двускатную крышу. И фактически это, ну, вода сюда не попадает. А там уже желоба и все такое, да? Да, там уже как обычно. Вот это, то есть, вот оно вот здесь. То есть, у них вот они сделали полку, а потом металлом завернули. Так, вот идет сборка панели, что это, пола? Да. Панель пола, да? Фанера пятнашка, ФСФ скорее всего, да? А это, кстати, еловая фанера, да? Не березовая. Вы хвойную используете в фанере? Она дешевле, потому что. Да, ну, полы прекрасно идет. Вот, вот, кстати, да, видно, что пароизоляция, КНАУФ, Минвата. Но они на самом деле используют изоверовскую Минвату. Мы от нее отказались. Они, вот какой-то умный человек сказал, используйте КНАУФ. Ну и молодец. Здесь пароизоляция, снизу профлист, а я так понимаю, вся вентиляция происходит вот в этих щелях, где профлист стыкуется с уголком. Соответственно, потом сюда встанут стойки вертикальные и соберется модуль. А здесь уже получается фанера и линолеум. Линолеум будет там в любое другое покрытие, которое вы выбрали. Так, ну вот, то же самое, да? Напольная пола. А, это крыша или нет? Нет, это пол. Это все полы. Полы. А вот это... А здесь же были только что крыши. Уже нет. Они ее перевернули. А, это потолок, это потолок. Да, 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 вот крыша. Вот эта крыша. А это потом обошьется чем? Не знаю. Сейчас посмотрим. Вот. Надо посмотреть, чем обошьется. Изовер, изовер. Дойр отличный. Производительство. Да, да. Он менее гидроскопичен. А КНАФ он на крахмале, он более экологичен. Да. Но у всех есть эффективный экология. Естественно, эти дома поедут далеко и надолго. Да. И будут эксплуатироваться абсолютно небережно. Поэтому здесь, ну, как бы защита от дурака должна быть больше, чем любимые нами и вами двомики. Так, что там? Мы еще где не были? Там не были. А, нам надо еще посмотреть, как сэндвичи делают. И как это? Тревел пак, сервис пак, как вот эта штука называется? Этспортировочный пакет транспак. Транспак. Вся хитрость в том, что в отличие от нас, в отличие от нас АВИСТА модуль, она не возит целиком модули. Нет, они, конечно, возят целиком модули. На 10% и все происходит. Да, 10% на небольшие расстояния. В основном они что делают? Они делают вот такие сэндвичи. Вот. Набирают их. Потом переворачивают и засовывают в контейнеры морские. И Женин говорит, что дом, сколько? 70 квадратов ты берешь на Камчатку отсюда? 225 тысяч. 225 тысяч стоит доставить полностью дом, но разобранный, на Камчатку. Ну, от нас до порта. Петропавловска-Камчатская, да. То есть в порту вот он будет стоить. Из Новосибирска в порту Петропавловска-Камчатский доставка 220 тысяч. Так, это все заготовки, это мы все видели. Ну-ка, ну-ка, что там? Что там? Полительство. Ох, друзья мои. Замысел. Замысел планировщика. Так, пошли смотреть сэндвич-панели, как делают. Так, мы идем на производство сэндвич-панелей. Вот, значит, приходит к нам рулонная сталь. Это что такое? 0,05? 0,2? 0,55. 0,55. Уже окрашенное. Да. Металл едет, значит, по роликам. Тыр-тыр-тыр. Здесь вот делаются... Здесь он профилируется. Вот он уже такой... Формируется. Формируется. О, смотри, Никитос. О, как красиво. Вот. Дальше он набирается вот в такую красивую стопочку. Гусли. То есть, ну, называется гусли. Это мы потом сюда придем. Или не придем. Вот так вот нарезается минвата. Плотностью 100, да? Да. 100. 100-105. 100-105. Дальше получается вот этот клей, да? Да, клей проходит. Укладываются ланили в шахманном порядке. Опять проходит клей, вкладывается уже там. Другой, то есть, ну, сейчас здесь ЛДСП лежит. Вот. И опять следующим условием тоже ЛДСП положим. Просто это будут межкомнатные перегородки. Они сразу же с отделкой. И заходит в печь пресс. Соответственно, там 20 минут находится. Пойдем посмотрим. Откроешь окошко? Там горячо. Давай, тоже. Короче, вот это ЛДСП. Потом сюда положат минвату. Еще положат ЛДСП. Это будет перегородка. Вот она лежит. Ой, тут горячо. Вот. И на выходе мы получаем вот такую штуку. Вот она. Потом ее обрежут аккуратненько. И все. Это готовая панель. Перегородка. То есть, вот это, ну, ЛДСП. Это лицевая часть. То есть, либо металл, либо ЛДСП. Либо ОСБ, либо мультиплит. ОСБ, мультиплит. Вот это что такое? Это... Эсмейл. Да, смейл панель с уже отделкой красивой. И на нее можно клеить обои. Нет, она уже фактурная идет. А здесь нету посмотреть? Нет, здесь нету. Сейчас пока нету. Вот. Потом появляется вот такой вот склад сэндичей. И они уже формируются в заказ, упаковываются и уезжают. А какая-то часть, ну, уходит на модульные производства. Да, и сборку. Которого здесь минимум. Ну, меньше, да. Пойдем баню посмотрим. Вы, комментаторы, учтите, что это производство, которое заточено под выполнение заказов для поселков, вахтовиков. На севере, там, хоть на юге, хоть на востоке. И поэтому здесь требования ко всему, они немножко отличаются от частного домостроения. Здесь главная практичность, цена, естественно, немаловажное значение имеет. И такая износостойкость. Потому что, ну, как бы вот по этим полам очень скоро будут ходить грязные сапоги там где-нибудь на курилах. И вот это вот никто не будет беречь. Поэтому вот эта отделка, это баня, кстати. Да, это баня. Это баня, здесь три душевых поддона, парная. Но она еще, понятно, не сделана, и вентиляции здесь нет пока. А может появится, благодаря нам. Да, я не знаю, будет она или нет. Но должна быть, как без вентиляции. Скорее всего, будет вырезано окошко, как в любой бане, которая будет открываться и закрываться. Я думаю, да, таким образом это и будет. Самое логичное. Восьмиметровый модуль оттуда до туда. То есть ты попарился, сходил в душ. Здесь повысительный насос. То есть вся инженерка, она внутри. Она не может быть наружу, потому что эту штуку могут привести, увести в любое время. В обранном габаритном виде. Да, это баки, как в этом санузле. А вот здесь, кстати, щиток уже стоит. Здесь другие требования у заказчика. Да, здесь должен быть щиток на стене. Должен быть щиток на стене, должна быть щитка обиканалов. Да, да. Вот он нам. Вот таким вот. Ну вот этого клапана будет явно недостаточно. То есть, если здесь будет мыться пять мужиков, вот этот клапан, он ничего не даст. Здесь форточка есть. Форточка? Где? Там вентилятор на вытяжку. Ну, короче, этого сечения не хватит. Потом на эти модули могут ставиться точно такие же модули. То есть, вот здесь вот мама, там папа. Оп, оп, оп. Ну, как выглядит это, где я видел? А, ну вот же, вон. Вон же. Ой. Кнут назад этой стены не было. Мы с вами ходили. А теперь уже модуль практически готов. Вот этого, вот этого, как это, панели... Дверными районами не было? Дверные районами не было. Кстати, а мы до них не сходили. Пойдем, дойдем? Пойдем, дойдем. Как выглядят панели оконные и дверные? Здесь панели выставляют окные двери. Понимаете, приходят сразу двери с окнами. А эти панели, это вы уже сами сделали здесь? Да. Ага. Вот. Вот как выглядит панелька, в которую вставили уже окна. Здесь дверь. А потом они запаковываются и готовятся к отправке в Нарьян-Мар и во всякие прекрасные уголки нашей Родины. В общем, посмотрел я производство. Что я могу сказать? Я могу сказать, что, конечно, очень сильно отличаются именно у нас отделочные материалы. Ну, то есть принцип-то построения один и тот же. Мы точно так же собираем и панели, и панели пола, и панели стен. Но в материалах разница гигантская. Вот Евгений говорит, что у них один модуль, ну, там, два с половиной на шесть, с электрикой, там, полами, стоит 280 тысяч. У нас в Скаут-даче он стоит, по-моему, 450 тысяч. У нас есть еще модули, которые дешевле. У них есть дешевле. Он говорит топовый. Но в нашем-то модуле за эти деньги деревянные окна и двери, там, каркас камерной сушки, другая ветрозащита, другая пароизоляция, другая отделка, другая электрика. То есть, ну, как бы вот вы любите говорить там, ну, сравнивать модульные дома с бытовками. Но вот есть бытовки за 50 тысяч рублей, которые у нас догнивают в сарае за три года, они превратились в труху. Есть вот такие вахтовки, бытовки, которые на севере будут в минус, там, 40, минус 50 стоять. И я уверен, что, ну, как минимум лет 15 они, ну, точно проживут. Абсолютно точно. Вот. И они стоят 280 тысяч. Наши бытовки, вахтовки для подмосковных этих, кто ездит на вахту в Подмосковье, и живет там с пятницы по воскресенье, они стоят еще дороже. Но они проживут там 75 лет. А есть бытовки, вахтовки из бетона, они проживут 150 лет. Давай, начинай. Транспаки. Да, вот они на собранном виде, готовы к отгрузке. Соответственно, разные заказчики. Это площадка, на которую подъезжают уже машины. Да, фуры, мы на них... На погрузку. Да. Вот, допустим, у нас каркасы без панели идут. Здесь у нас... Слушай, мы не показали, ну, ладно, мы не пойдем. Таким образом, есть специальная оснастка, которая переворачивает и закатывает это дело в контейнер. То есть на колесиках, да? А здесь этого нету? Нету. Здесь это потом прикрутят? Да. Ну, и здесь они все, ни один из них не пойдет в контейнер из всех этих заказов. А это на фурах поедет? Это все будет на еврофурах, да. Все в габарите, 6 штук в еврофуру, а вот таких уходит до 12 штук. Они будут лежать или стоять? Да, лежать будут. Вот эти лежать будут? Да. Вот здесь 2,5 метра? Да. Ага. А вот здесь уже все внутри. И сэндвич-панели, и электрика, и все-все-все, это уже все находится внутри. А это все без тентов едет? ЛДСП не намокнет, не вспухнет? Почему? Оно в еврофуре. А, внутри. Но даже если оно вспухнет, набухнет, оно исполняет функцию больше такую декоративно-защитную. Удержать. Да. Чтобы пыль туда не попала. Чем реально что-то защищает. Поэтому откручивается и просто выбрасывается. Это же просто остатки, на самом деле, у ДСП. Поэтому, ну, зачем кому-то переплатить еще за упаковку? Вот оно доехало, открутили, потом сделали вот такой вот модуль, забрали за 2 часа себе. Поставили там, ну, в такой расцветке или какой-то другой. И все. Или вот такой модуль. Поэтому. Все-таки у меня вопрос про Хаббарда. Вот даже портрет Санцеликова висит. Будет много вопросов, какого черта Хаббарда, расскажи. Не знаю, так получилось. Я зашел в кабинет, уже висел. А к саентологии он имеет отношение? У меня основатель. Он основатель саентологии. Запрещенный? Запрещенный, как теле... А нет, телеграмм теперь разрешен. Я думаю, что наш фильм это заблокирует, потому что ты слова такие даже используешь. Конечно. Так, меняйтесь раньше, чем вас заставят это сделать. Так, ага, ага. Ну, это очевидно, это какая-то сектантская контора. Вот они делают, значит, молельные комнаты, судя по всему, вот здесь. Четыре стороны света. И вот тень она отбрасывает. Верхний этаж доминирует над нижним. Он большой, его приходится кормить. Ну, это понятно, это рабочие, это управляющий персонал. А здесь сверху собственник сидит, вот здесь, на вершине пирамиды. Муди, а из кадра? Ладно. В этой серии... Так, еще один. В этой серии ни разу не было подписка, лайка, колокольчик. И еще ни разу не было призыва писать комментарии. А еще ни разу не было... Н, гораю. Кстати, пока пью чай, буду Евгению спрашивать. Сколько, ты говоришь, у вас в ИТР человек? То есть, ИТР – это инженерно-технические работники. У нас, наверное, их уже 12-13 человек. Всего в конторе у нас где-то 50-60, из них там 12-13. То есть, каждый четвертый нифига не делает. У вас сколько нифига не делает? 86. А, если меня исключить, тогда 85. Ничего не делает. 85 человек ничего не делает. Из скольки? А шуруповерты крутят сколько из них? 200, наверное. 120, наверное. Всего 200 где-то нас ждут человек. То есть, каждый второй ничего не делает. Понятно. Какая-то странная тема в Новосибирске и в Барнауле. Делать переход, пешеходный переход, с какими-то гигантскими поребриками. Пока иду на железнодорожный вокзал, поеду на следующую встречу на электричке, потому что в Новосибирске пробки. Что хочу сказать? Ну, пока какую разницу я увидел, например, в людях? Ну, во-первых, они... Или я маленький, или они огромные. Ну, в смысле, вы. Серебряки здоровые. Вот. А еще они грубоваты на язык. Это что значит? Например, мы с детьми были в музее, и такая интеллигентная женщина, ну, такого преклонного возраста, она говорит, Машенька, ну, не трогай ты это говно. Ну, и потом там слово говно я встречал многократно. Вот. Я не говорю, что это плохо, я же отмечаю. А еще они нетолерантны. И это радует. То есть здесь нет никакой манерности. А еще я спросил, ребята, а что, как у вас тут с этими-то политическими взглядами? Они говорят, какими еще политическими взглядами? Просто ничего не трогайте. И все. А еще я обратил внимание, что я здесь уже сколько? Дней пять. Ну, три из них я пытался найти машину в Барнауле, у меня нихрена не получилось. В итоге, почему я в Новосибирске-то оказался? Потому что в Новосибирске я смог через программу Hyundai Mobility найти... У них свой, ну, типа, каршеринга появился, смог найти машину в аренду. Ну, и благодаря этому появился в Новосибирске, познакомился с кучей ребят. Ребят, с кем я не смог встретиться, вы мне написали много в Инстаграм. В следующий раз, потому что вот я вот сейчас уже еду на второе производство. Так вот. Люди спокойные и неконфликтные. Да, они могут сказать слово говно, но это же не оскорбление. Это же просто, ну, как бы... Вот. Вот такое вот наблюдение, что люди хоть и грубые, но честные, спокойные и нетолерантные. Прости, господи, нетолерантные. Друзья мои, мы с вами в Сибири. В той самой Сибири, из которой вы вечно пишете. 150 – это мало. 200 – это мало. А вот какие у вас окна? А вы, наверное, там замерзнем. Я сейчас в самом центре Сибири, в городе Новосибирск. Тут рядом Красноярск, Томск, Омск. Прекрасный Барнаул. Вот. И мы сейчас с вами около дома, который сделан по мотивам Скаут Хаус 100. Год назад мне Евгений написал и сказал, слушай, а можно я... У них производство модульных домов. Вот это версия Скаут Хаус 100, ну, в смысле, имитация Скаут Хаус 100, которая примерно по габаритам похожа, но у нас он домиком, барным, а здесь дом плоский. И мы с вами в классическом коттеджном поселке, где архитектура никак не отличается, что под Москве, что под Казани, что под Новосибирске. и окна здесь точно такие же, стены здесь точно такие же, и весь этот мумёж про то, что у нас в Сибири суровые, а смогут ли наши дома стоять, значит, Скаут Хаус, например, или любые другие дома в Сибири, смогут. Всё отличие Сибири от нас только в том, что вот человек отличается от меня просто габаритами. И всё. И больше в Сибири никаких отличий нету. Давай, рассказывай. Во-первых, почему у тебя белые окна? Говорит, сэкономил. Да, сэкономил. И как... Белые откусы, будет красиво. Как... Не ламинация, а как у вас? Каширование. Каширование. А ещё у них не однушка, а как? Однёшка. 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 Вот. Я думаю, что... Какая ещё однёшка? Это, оказывается, однушка. Вот. Значит, фасад. Ну, во-первых, он высоко задрал дом, да? У него метр, метр двадцать. Ну, вопрос в том, что, когда поставят забор и метр возим, я хочу всегда смотреть на воду. И поэтому террасы, когда всегда хочется смотреть. Поэтому я взял и поднял его. Вот. Террасу он сделал с трёх сторон. Здесь будет? Да, здесь будет лесенка. Здесь будет лесенка. Терраса с трёх сторон. Значит, обшито это всё дело деревом. Планкеном. Планкеном. Цвет, конечно, немножечко странный. Он на компьютере смотрелся по-другому. Да. Значит, снизу это всё сделано на стандартных модулях. Ависты. Это стыхмодули или нет? А, нет, это усиление. Это омега. Омега-образный. Короче, вот это всё профлист, обычные сваи. Это даже не сто восьмая. Ну, а фундамент делали? Да, это не сто восьмой. Рассчитывали всё. Вот, а ты ещё удивляешься, что у тебя немножечко гуляют. Ну, потому что высоко, а сваи жиденькие. Там мы видим ветер. Но вентфасада здесь нет. Ладно, будем считать, что здесь щелевой фасад и проветривание будет а там есть брусок и на него уже потом сверху. Там брусок, потом... Ну, вот его недостаточно, на самом деле. Вот я отсюда вижу. То есть, я же сразу начну критиковать. И ещё у тебя просто ветрозащита болтается. У тебя будет всё это продуваться. И это всё не проклеено. Но дом сам по себе, то есть, там же уже внутри есть модуль, поэтому это просто вот... Отделка. Это просто, да, вот декорация. Ну, и вот это, конечно, тоже не рассчитали. Это дело надо было утапливать, иначе ты потом что-то будешь придумывать, вот каким образом это решать. Согласен. Человек делает 400 модулей в месяц. А свой дом сделал таким. Почему? А потому что одно дело делать типовые решения и строить целыми посёлками, а другое дело делать для себя. Ну, и для себя, то есть, я никого не привлекал к этому, то есть, мне нарисовали размеры, и потом... Так, я вообще хотел террасу сделать всю по кругу, на самом деле. Но? Вот. Но потом посчитал, я просто вот этой террасой запью всё. Поэтому здесь вот оставил. То есть, я начинал делать, а потом начинал изменять. Опять начинал делать, опять начинал изменять. Здесь вот очень сильный ветер, если вам шипит, ну, братцы, извините, я сразу буду свои пять копеек вставлять. Значит, вот терраса тоже. Вы говорите, мы хотим террасу из лиственницы. Ну, вот посмотрите на террасу из лиственницы. Вы видите, что делает лиственница? Она делает, что хочет вообще. Ну, и терраса немножко неправильно организована, потому что здесь надо было делать доску, значит, ну, 195 на 45, а вот это уже утапливает низ. Ну, это я потом вам покажу. Ладно, пока это все дом не доделан, но самое главное, сколько ты этот дом делал? Три дня на производстве? А, на производстве два дня делали там совсем. Из готовых модулей? Да, и три дня мне его собрали. Собрали. За пять дней у меня был готовый контур полностью. Сто квадратных метров. Ну, плюс-минус сто двадцать метров. Значит, ну, сейчас. А потом начались эксперименты. Мы прикручивали, откручивали, и там, я говорю, нет, мне не нравится. Сколько с февраля это было? Да, мне приехали сюда, и вычтили снег одиннадцатого февраля и начали крутить фундамент. Сейчас середина июля. В дом пока мы заехать не можем, но когда-нибудь мы это обязательно сделаем. Значит, отделаем здесь оконные все дела. Потом поймем, что у нас немножечко по высоте мы промахнулись. Нет, подрезаться будет, однозначно. Вот. Это что, лиственница тоже? Тоже лиственница. Тоже лиственница. Ладно. Мне вот интересно, наверх слазить. Можно же туда наверх слазить? Смотри, вот нормального цвета, вот человек, вот у тебя хорошие, красивые, серые светильники. Ну, что фасад-то у тебя не серый? На компьютере? Он был серый. Он был по-другому смотрелся. Ну и все. Ну, уже привык, да. Мне тоже изначально как-то сделали, мне не понравилось. Ну, ладно. Пусть будет так. Так, вот немножечко об архитектуре. Вот. У нас вот есть вот такое, вот такое, потом у нас... Короче, ну, ничем это не отличается от любой другой России, хоть Сибирь, хоть Подмосковье. Ладно, полезли наверх. Как это все выглядит? То есть, сверху это все выглядит как будто это бытовки. А по факту это бытовки. Раз, два, три, четыре. Четыре модуля. Крепятся они между собой вот так вот. То есть, получается, какая тут резинка. Затянуто все это болтами. Вот так вот. А здесь сделана фальцевая кровля плоская. Соответственно, вот фальцевый стык. Ну, на производстве вы это видели. Потом вот сюда загибается. Короче, вот. Вот галеная Сибирь, где очень суровые морозы. У нас должны быть специальные окна. У нас должна быть специфическая специфика. Нельзя просто обычный дом делать. Надо, чтобы он сибирский был. Вот, видимо, вот эта система слива, жёлоба. Здесь герметик. Тут какие-то вот жуки очень много. Какой-то вкусноты. Мне кажется, корейцы завидовали бы. сколько вкусных жуков. Сейчас пускай вот так выглядит фасад. Но он, конечно, признался, что можно было бы сделать другого цвета и не экономить на кэширование. Кэширование от слова кэш? Кэширование. Кэширование. Ну, короче, кэширование. Лучше бы вложить в кэш вот в эти окна. Ну, нет. На самом деле меня не особо может, я уже привык, но сделаю белые откусы, будет красиво. Вам не слышно, но отмазывается, короче. Что-то там говорит, почему сэкономим. Так, снаружи мы с вами посмотрели. Это интересная идея, то есть по геометрии этот дом смотрится интересно. Вход основной там, но мы через него не можем зайти, мы зайдем через гостиную. Ну, сейчас мы начнем все равно осмотр дома через вход. Так, вход, сотый дом. У нас чем ход отличается? Тем, что у нас дверь сюда смещена, и здесь у нас есть шкафы. Здесь санузел. Вот. Почти как на сотом доме. У нас в сотом доме это ПВХ-плитка. Вот. У нас здесь унитаз. Они унитаз перенесли туда и инсталляцию сделали. Душевая. Ну, и еще, вот, видно, кстати, здесь, как стыкуются между собой модули. Меня поражает, на самом деле, высота потолков, потому что здесь она три метра, да? Внутренние три метра, и здесь предполагается всю вентиляцию, ну, мы, на самом деле, так же делаем, мы прячем сверху вентиляцию, но у нас здесь не три метра, а два сорок, и вот Жень хочет натяжной потолок сюда бахнуть. Значит, эта комната у нас так же есть, здесь окно, вот окно, но мы здесь сделали 60 сантиметров сюда, значит, ушли, для того, чтобы справа был шкаф, и окно у нас пониже, а так в целом, ну, по геометрии более-менее похоже. дальше, это гостиная, у нас, вот здесь кухню они сделали, вы не смотрите на бардак, мы не собирались сюда ехать, снимать, показывать вам красоту, я вам показываю, как человек, вот этот, взял, и решил, вот чем отличаются люди дела от людей, которые что-то пишут и думают, и обдумывают, вот он просто захотел, взял и сделал. И теперь точно могу сказать, что не я, стоят низкие потолки, а у меня высокие. Выводы свои не я скажет в конце, он сможет сравнить этот дом и свой дом. Вот, короче, у нас кухня стоит не здесь, а стоит здесь, понятно, окна другие, все другое, вот, кстати, здесь идея у него в том, что почему он сделал фрамуги снизу, а основные окна здесь, чтобы не разделять импостом, чтобы, значит, проветривать снизу и смотреть вот туда. Ну, нравится ему на туалет смотреть, и он не хочет, чтобы ему импост мешал. Я же считаю, что вот эта система проветривания, ну, не я считаю, она доказала свою низкую эффективность, особенно в бане, то есть просто откидывание фромужное, оно на самом деле дает плохую проветриваемость. Да, их здесь много, и, наверное, это будет спасать, но в бане мы от этого отказались. Но когда наверху открываю окно вот в коридоре, да, здесь такая тяга получается очень хорошая на самом деле, и здесь всегда прохладно, даже сейчас на улице там. У вас в Сибири всегда прохладно. Это одно. Энго, энгорая. Ладно, короче, это вот, значит, что у нас тут? Ковролин? Ой, ламинат? Ламинат. Это у нас ламинат, это дети. Там теплый пол, да, вот там термолегуляторы. Лестница пока времянка, пойдем на второй этаж. Здесь, ну, типа вот у нас библиотека же. Да, она такая у меня называется. Она условно примерно такая же, а там большая спальня, и у нас эта дверь смещена направо, чтобы здесь был уголок, там сидеть и так далее. Чем отличается продуманная планировка нашего скаутхауса от этого? Потому что мы делаем один дом, смотрим, на его же базе делаем второй, потом третий, пятый, десятый, двадцатый. И, естественно, когда Жень здесь начнет жить, он поймет, что где-то он что-то сделать не так. Надо было переместить, там доделать. Но это он поймет, но будет жить с этим домом. А вы, хитрые мои, сможете купить уже дом без косяков. Здесь очень душно, потому что в этом доме пока нет никакой вентиляции. Вот. Но зато здесь есть уже кладовка. Вот, кстати, мы же обсуждали с вами, да, что у нас-то кладовка вот вход здесь. И мы хотели ее и перенесли на самом деле кладовку в ход отсюда сюда. Это правильно. Вот. Вот такая вот здесь кладовка. Гардероб. Высоченные потолки. На самом деле потолки очень высокие. Здесь стык модуля балки. Но за счет того, что потолок высокий, здесь они сделают натяжной потолок, никаких этих балок видно не будет. И вентиляция будет. А у нас балки останутся. Здесь также предполагается выход вниз. Здесь будет веранда. Там у нас растет картофан. Ну, он скоро замерзнет. Снег выпадет в августе или во второй половине сентября. Ну, это Сибирь. Здесь 18-камерные стеклопакеты. Ну, как мы любим в Сибири утепление. Дома 600 миллиметров. 650. 650 миллиметров ртутного столба. Стены сколько? 150. Стены 150. Полы? 200. Потолки? 200. Ну, и то, я считаю, что 150 будет достаточно. Вот даже летом в этом доме очень холодно, потому что это Сибирь. Ребята, нельзя в Сибири рисковать вашим здоровьем. Делайте минимум, минимум 800, причем минватой площадь плотностью 300. Минватой плотностью меньше 300, ее мыши просто сжиряют вот так на раз, и все. Здесь, короче, такая же комната, здесь тоже нет, некуда. Вот, куда ты здесь поставишь шкаф? Не думаю. Да он суровый. Значит, чем хороша Сибирь? Ты родился, тебе выдали, значит, тулуп, унты и шапку, и шкафы не нужны. У тебя же все в машине лежит, да? Да. Вот. У него есть машина. Это гостевая комната, когда ребята приехали вот в гости. Из Нарьянмара. А уедут в Якутию? Я понимаю, согласен с тем, что, наверное, нужно было предусмотреть. Но, опять же, мы это сделали, и вот сделали быстро, просто, и я здесь уже живу. Да, да, смотрите в ретках. Нет, на выходные, я здесь живу, с семьей, и потом, да, будет дом по-другому. Стоящий дом будет другой. Это не первый и последний дом, который я строю, это точно. Ну, тут будет санузел, вот. А дом, на самом деле, такой дом можно сделать за два дня на производстве, потом три дня, значит, его собирать, а потом пять месяцев доделывать. Любой дом можно сделать за два дня и смонтировать за три дня и доделать. За сколько? Сколько осталось? Ну, если заняться, я думаю, что три недели, где-то две. А если по-нормальному? А если по-нормальному, не знаю. Сейчас на Алтае ездят, для этого был, там еще в командировке и ничего не делали. Ну, значит, мы заканчиваем обзор этого дома и уезжаем на Алтай. На Алтае нас ждет база Ковчег. Вот этот отель будем показывать. Он сделан тоже из бытовок. Все, как вы любите. Кстати, вот она построена за два месяца полностью под ключ. То есть, от того, что у нас была земля и через два месяца к нам уже заехали люди. Вот это реально, абсолютно. Мы в мае начали стройку, в июле у нас уже были первые поселенцы в гостинице. Самое главное, какой вывод? Этот дом обошелся со всей мебелью, но ее здесь немного. Фундаментом. С фундаментом. И электрикой. Все, все, все. Три миллиона. Да, себестоимости. Себестоимости. Человек занимается этим сам. То есть, он не нанимал строительную компанию, он нанимал просто рабочих. Ну, мои же рабочие, которые на производстве. Его же рабочие, которым платят зарплату. Это обошлось в три миллиона. Теперь представим, что сюда надо вложиться в лестницу, в отделку, в санузлы, в террасы, снаружи все сделать, доделать, обшить водостоки и так далее. Вот такой скаут-хаус такой же площади стоит четыре с половиной миллиона. Без фундамента, да? Вот. Но здесь будут деревянные окна и двери. А здесь будет, например, в щитке Екалев, да? Вот. У нас там будет Легрант. А будет. Да, он три копейки разница. Вот у него на все три копейки. А кэширование-то оно вот идет. Не, но у меня же еще эти три миллиона там и септик, и барбекюшница на улице, и даже туалет, который для водителей, для родителей. Намазывает, намазывает. Для строителей. Короче, да, три миллиона вообще, и еще три миллиона и будет хорошо. Смотрите, как он, как скаут-хаус может классно выглядеть, если сделать его не барным, а кубиком. Ну, цвет перекрасить, окна поменять. Да, однозначно, окна поменять и цвет перекрасить. Вот, Витя уже признал. Как это? Сначала полное неприятие, потом, значит, депрессия, потом, а потом, как бы, ну, я забыл, как это называется. Напишите в комментариях, да, согласие. Светильники, главное, уже менять не надо. Они уже... Нет, классный, классный дом. Для того, чтобы понять, что он классный, посмотрим он туда, потом туда, потом туда, сюда, и сюда. Хрязь. Скаут-хаус 100, двухэтажный, с плоской крышей. Новосибирск. Там море, а это Барнхаус. Друзья мои, вот я на Алтае, уже 12 часов, и когда я пойму, что я начал заряжаться, когда я пойму, что это мое место силы, просветление, когда наступит, напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что, ну, сколько ждать? Понятно, что у каждого индивидуально, но хотя бы интересен диапазон. Фахверк, нет? Ну, Диапазон, значит, по просветлению. Просветите, пожалуйста. Интересует, значит, просветление, духовный рост, личностный рост. Значит, также интересно новые идеи. Новые идеи, и... Ну, вот это вот все. Не забудьте подписка, лайка, колокольчик. Субтитры сделал DimaTorzok